Как сообщил нам электромеханик станции Зуфар Таймасов, к центральным воротам РТПС практически каждый день приезжает молодежь на автомобилях. Они разжигают костры, громко слушают музыку и стреляют по стеклянным бутылкам. Кроме того, сотрудники станции постоянно обнаруживают на территории, заброшенной через ограждение мусора. Весной большая часть отходов была вывезена, но так как мер по пресечению экологических нарушений не предпринималось, мусор рядом с бетонными блоками продолжает накапливаться. В прошлом году в Санкт-Петербург приезжали специалисты, вот это вот увидели бардак там, ну там же они постоянно, бутылки там, грязь там все, даже сказали, вот вот бардак у вас, прям ворота, говорит, и такое говорится. Вот только недавно, где-то, наверное, час назад там музыка была, там пили-пили четыре человека, орали-орали, уехали. Вот только час, да, такая белая машина была. Межведомственная служба, занимающаяся охраной станции, приезжает только на вызовы, касающиеся нарушений непосредственно на объекте. По мнению сотрудника станции, несколько лет назад, когда бетонные блоки находились на территории парка, подобных происшествий не было. Поэтому решением проблемы может стать возвращение блоков на прежнее место. Напомним, что радиотелевизионная передающая станция, рядом с которой совершаются экологические нарушения, является одним из важнейших объектов для города и района. В ее работе задействовано оборудование десяти предприятий. Это мобильные операторы, теле- и радиопередача, а также интернет и сигналы МЧС.